всем привет в этом видео я хотел бы затронуть тему таких вот людей под названием последнее поколение если вы интересуетесь именно тем что я сейчас сказал можете посмотреть на ю тубе или же lost generation на английском или по-немецки лекста генерацион это молодые люди управляемые как стадо баранов кем-то имеющим деньги пытаются бороться якобы за экологию что они делают они выходят толпами на проезжую часть садятся на перекрестках на дорогу и приклеивают секундным клеем себя одну и одну или другую руку к асфальту таким образом получается что они сидят на асфальте приклеены и их не в принципе оторвать их можно но это уже как бы называется подсудное дело потому что нанесение физического ущерба лицу нарушающим административный порядок такая вот заморочка что просто жуть в общем в англии с ними борются во франции с ними борются здесь в германии с ними грызутся в австрии сделали несколько иначе в австрии просто-напросто вот эти вот участки дорог сначала до их отрывали сажали в тюрьмы на несколько месяцев они рыпались гавкались о том что и по не все равно добьются того чтобы вся дохлая вернее вся индустрия по добыче нефти газа и так далее сошла на нет сдохла и люди вернулись обратно пещеры тогда будет экология чистая значит сейчас вот посмотрите пока я буду говорить вы посмотрите вот это вот видео в котором показано у нас в городе шайка вот этих вот ненормальных приклеилась к асфальту и потом приехала поле вызвали полицию и отделение полиции пригнав с собой автозак сначала предупреждает их о том что если они сейчас сами не встанут не уйдут не освободят перекресток то они вынуждены будут подвергнуться грубо говоря насилию со стороны полиции которая будет их отрывать с применением хим средств в данном случае растительного масла но эти люди все равно не хотят следовать здравому смыслу они за каждую такую акцию каждый из них получает 250 евро то есть то есть получается что приклеился один раз к асфальту заработал 250 евро себе на счет в карман сразу вот так и что интересно у них есть спонсоры эти спонсоры находятся как ни странно в америке до штатах и спонсоры эти везде их продвигают но здесь вот в этом видео дальше показано как полиция поймала одного из зачинщиков вот этой вот конторы у нас в городе и он не открывал им дверь они пришли к нему домой чтобы с ним поговорить он забаррикадировался не открывал им дверь в конечном итоге он пытался через задний двор выскочить из своего дома его поймали связали от изливку тушку потом через пару дней все равно что он что его вот эти вот идиотусы приклеивают себя к асфальту так вот в австрии сделали с ними проще они поначалу их отрывали сажали в тюрьмы а потом сделали по-другому ну приклеились дай бог с вами блин осень неважно весна пофиг что вы приклеились делали правильно они ставили знаки объезда для машин машины обижали эти перекрестки и вот эти вот асфальтные приклеиватели ну мы их называем клима клейберы они просидев весь день сначала под солнцем потом под дождем в наступившей ночи они начинали замерзать и начали сами звонить в полицию чтобы те приехали и их отклеили потому что они могут заболеть замерзнуть или или умереть они требовали к себе помощи и в таком случае приезжала полиция и сразу им говорили значит так мы вас отклеиваем но за вызов полиции вы платите деньги за нарушение административного порядка вы платите штраф за то что вас обслуживают в больнице снимают вот эти вот остатки клея с асфальтом с ваших рук вы платите со своего кармана и там еще какие-то какие-то статьи заморочки короче в австрии все это гуану сошло на нет но в германии вот церемонятся но что я хотел сказать связать вот этих вот еще с кем-то помимо вот это вот последнего поколения есть еще одно поколение она появилась буквально в конце прошлого года они называют себя поколение z нет это не группировки войск россии запад и восток до z это запад в это восток а не то что вы подумали что в этом уже два года подряд себе в голове вбиваете это просто название группировок и больше направлений и больше ничего так вот поколение z чего они добиваются это люди там молодежь которая закончив обучение по каким-то специальностям профессиям вдруг внезапно обнаружила что после того когда они обучились на какую-то профессию они идут куда-то работать на производство и блин оказывается на этом производстве нужно фигачить с восьми утра до пяти вечера восемь часов подряд и отпуск дают только 25 дней вот посмотрите сейчас на экране одна из таких вот тик токерш блогерши как они себя называют инфлюенсеры она попала даже в газету со своими слезами со своими истериками на тик токе о том что как может человеческий организм вынести 8 часов работы в день пять дней подряд это издевательство над человеком это рабовладельческий строй человек не способен столько много работать но не он это не только она таких таких очень много это действительно поколение деградантов которые выросли на достижениях науки на достижениях научно-технического прогресса они не привыкли нигде работать но когда они вынуждены начинать свою самостоятельную жизнь они оказываются в шоковом состоянии от того что каждый день нужно работать как минимум восемь часов чтобы получить свою зарплату так что вот такие вот вот такие вот события в германии происходят если кому интересно я могу об этом еще дальше больше рассказывать но чтобы я в принципе я эти темы не особо хочу затрагивать потому что внутренние такие вот хайповые темы но эти темы перекликаются опять-таки с положением украинских беженцев нас в германии то есть смотрите люди на то как ведут себя местные и делайте выводы то есть когда молодежь отказывает рожденная здесь выросшая здесь местная молодежь как вы говорите коренное население отказываются идти на работу по каким-то причинам это значит что на это место можете спокойно пойти вы люди специалисты приехавшие из украины пытающиеся здесь найти свое будущее пытающиеся начать свою жизнь с чистого листа заново ловите момент ловите момент потому что пока сейчас не шатка не валка вот сейчас ноябрь сегодня у нас 8 ноября видео выходит немножечко позже ну такие вот у меня замутки на канале сейчас у нас 8 ноября до конца этого года окончательно войдут в силу те жесткие правила и ограничения принятые бундестагом по отношению к мигрантам и к вам украинским беженцам проживающим на территории германии с января месяца увы вам уже не будут оплачивать квартиры вы обязаны будете платить за квартиры сами то есть двухкомнатная новая шикарная квартира в новостройке общей площадью 60 метров которая стоит сегодня почти 900 евро здесь в регенсбурге и вы не за ним не замечаете этой суммы потому что государство за вас перенимает эту сумму с января эта квартира ляжет балластом на ваши плечи поэтому ловите момент сейчас идите на работу устраивайтесь на работы благо многие из вас уже знают язык более пардон более или менее многие из вас не боятся работать поэтому тот кто хочет тот всего добьется ну а те кто не хочет вот будут или клеить себя к асфальту или к стенам клеится или кричать что 8 часовой рабочий день это издевательство над растущим молодым организмом вот такие дела в общем не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий всем удачи пока